Есть люди, которые попали в зону введения этого военного положения. То есть они живут где-то в одной из этих областей. Что вы им? Скажите, пожалуйста, будет у них уже сегодня комендантский час? Или будут ли уже сегодня их вклады в банках подвергаться каким-то опасностям? Это на самом деле то, что нам кажется легким, для них это важно. Да, принципиально важно. Поэтому простой, четкий, конкретный ответ. Нет, не бойтесь. Ничего из этих страшилок не будет. Спокойно живите. Курс доллара уже немножко снижается. Не покупайте, когда он повышается. Ждите, когда он опустится. Вот тогда можете купить, когда стабилизируется. Или наоборот. Если хотите продать доллары, то делайте это сейчас. А так, за вклады не бойтесь. Да, комендантского часа не будет. Вот где могут быть, скажем так, какие-то действия, допустим, комендантский час или какие-то ограничения, не глобальные, а скорее конкретные. И то, если появятся какие-то риски. Это в районах, прилегающих к Азовскому морю. Вот там могут быть повышенные меры безопасности, ограничения передвижения, допустим, там возле военных объектов, дополнительные меры контроля, пропускная система, возможно, и возле объектов Черноморского флота. Вот это возможно, этого я не исключаю. Могут быть некоторые ограничения транспортного движения по российско-украинской границе, по переходам. Этого я тоже не исключаю. Могут быть ограничения для россиян, которые могут въезжать на нашу территорию. Это тоже возможно. Во всем остальном, все будет точно так же, как сейчас. Мне вчера на одном эфире, он был вместе с Александром Мартыненко, главой Интерфакс Украины, вот он очень хорошо. Проснутся наши люди, ну мы оба харьковчане бывшие, там, в Харькове, например. В Харькове, в общем, винишь. Вроде бы живем, он входит, да, входит в перечень этих 10 областей. Вот мы уже живем в военном положении, а ничего не изменилось. Все точно так же, как было вчера.